Наверное это будет для меня самое полезное видео, которое я мог показать людям и о том, что можно сделать хорошего из подручных материалов на новый год. Своего рода и подарок, своего рода и изделие, которое пригодится мне кажется всем, ближе к новому году. Хоть новогодние праздники уже и можно сказать, что прошли, основной праздник для меня это 31 декабря, новый год. Но теперь уже видео будет не так актуально, может кому-то пригодится только на будущем год. Для себя я елку решил сделать из подручных материалов, потому что живую елку рубить я не хочу. Хоть кто-то и скажет, что я там делаю изделие из доски и прочее прочее. Да, я делаю изделие из доски. Да, я хочу верить в то, что за эти доски был кем-то уплачен онкологический налог, либо еще что-то подобное. Ну и в принципе я стараюсь их использовать максимально эффективно. В этом случае я эти доски использую уже достаточно длительное время и решил из них сделать елку. Лучше, мне кажется, чем покупная елка получилась в целом, потому что покупная будет именно пушистой, но она будет выглядеть искусственно и в то же самое время у тебя будет оставаться ощущение, что все-таки елка искусственная. Здесь же, тем не менее, я знаю, что сама по себе елка искусственная и мне не будет посещать мысли о том, что елка не настоящая, потому что я в принципе это так буду знать. Но при этом я делаю елку из того, что у меня есть и максимально бюджетно и чтобы было эффективно и красиво выглядело. Получилось, конечно, может быть до конца, но не совсем прям красиво, как хотелось бы, но кто-то может быть сделает лучше. Здесь главное сама идея. Идея достаточно простая, нужно выпилить лобзиком несколько досок необходимой длины. В данном случае это три доски. Длина определяется для каждого человека индивидуально. Я выбрал примерно под свой рост, чтобы на уровне глаз у меня заканчивалась елка. Мне кажется, это оптимальная высота. Она не такая огромная, как, может быть, там елки на площадях. Она не занимает пол комнаты, потому что домик у нас маленький и елка выбирал также маленькую внизу. Она получилась между тремя этими основаниями. У нас расстояние где-то около 55-60 сантиметров. Плюс-минус. Ну вот, может сделать, соответственно, каждый, кто захочет, кому, кто не захочет. Принцип простой. Сверху мы сцепляем все веревкой. Предварительно я просверлил, соответственно, отверстие того, чтобы можно было это все закрепить. Проделал обычную веревку. У меня была где-то бечевка. Покупал я этот джут давным-давно. До сих пор использую понемножку. Кто-то, может быть, сможет использовать какую-то другую нитку. Здесь, я думаю, не принципиально. Главное, чтобы она была твердая, жесткая. Ну и просто эта нитка подходила по цвету под сами доски. Поэтому решил ее использовать. Вот, соответственно, скрепили сверху. Обвязали несколько раз между ними. Провязали веревочку, чтобы она держалась, была фиксирована, не болталась. Ну и, соответственно, посередине дальше делаем еще несколько отверстий сквозных в каждой из реек для того, чтобы можно было поставить опоры между этими рееками. И они тоже держались и болтались. Ну, например, если вы видите, то, что они как-то еще как-то. Сверху надо с собой делать. Ну, а дальше делали мало. Нужно припустить гель-напры, если нету мишелу, если не верю, или без пиццов. Мы приобретали мишу в магазине и стоили около 60 рублей за 2 метра. Я считаю, что это долго. 2 метра, все можно было выбирать. И еще бы, наверное, найти этот мишел, наверное, по тележке. Сделать и наоборот, если было очень важно. Мы припитали на мой сайт, где мы сходим экспрессом, потому что мы слышим, что мы сходим. И не очень, не было ракетно, потому что я потреблялась на бронюрских сезон. Ну, вето, вето, вето по 10 метров и так сказать, по 20 метров, по количеству, по 5-м вôле. Ну, 26-ти тысячи везут, безумный, как бы, кидаланность. Используем все срубники. В первую машину на сайте купили. На вид на шоколаду как-то зарод, получается, и это же до 7-м. Но интересуются вот более цельную машину, побольше Вот, поэтому всё открыто. Я прикрепил, я её видела с точечными вверхами. Далее, нужно складывать подарки. Сейчас уже подарков фактически нет, мы всё их подарили, потому что новогодний праздник, какие-нибудь группы в конце. Вот, и под ударками у нас скрытые ножки. Ножки мы, естественно, скрытые не успели, мы получаем гиганты из-за гиганты. Это вущество по цене. У нас просто много. Мы по-моему, не стоят, говорим по-моему. Всем пока.